Самородок из столицы доброты. Житель Добрянки Роман Шуклин создает из картона уникальные копии собора в церкве и городских зданий. Молодому человеку удается с поразительной точностью воссоздавать интерьеры, в которых он никогда не бывал. Увидеть его работу теперь можно и в Перми, причем абсолютно бесплатно. На Пермской выставке и в мастерской Романа побывала Татьяна Овсяникова. Всего два экспоната, зато какие. Тонкая ручная работа. Каждое здание проработано в мельчайших подробностях. В павильоне номер один на центральном рынке выставлены макеты Спасского собора в Москве и Пермской Феодосийской церкви. Эту фактически точную копию Спасского собора Роман делал четыре месяца. Над макетом Феодосийской церкви он трудился два года. Если заглянуть в церковные окна, можно увидеть иконостас и потрясающие красоты убранства зала. При этом в прототипах своих работ Романа никогда не был. Он находил одну и ту же церковь с разных сторон. То есть ему нужно было слева, справа, везде посмотреть. Без интернета он находил картинки и делал. Мама Романа рассказывает, он строит из разных материалов с самого раннего детства. Творить из картона Роман начал в четвертом классе. Сначала клеил маленькие домики, киоски и магазины. Затем по книгам начал создавать церкви. Использую гофр-картон. Сверху покрываю тонким белым картоном. Мелкие детайки делаю из тонкого картона по типу фанела. Склеиваю слоями. Я бы хотел, чтобы мои работы были на выставках, музеях, библиотеках. Потихоньку, благодаря неравнодушным людям, мечта Ромы о выставках начинает сбываться. Одна из недавно завершенных работ, макет Петропавловского собора в Петербурге, скоро отправится в Добрянский музей. Сейчас Рома трудится над частным заказом. Создает макет для дорожно-строительной компании. На работу у самородка уходит практически весь день. Он прерывается лишь на прогулки и еду. Макеты для семьи Шуклиных не только свидетельство невероятного таланта Ромы, но и способ выжить. Из-за слабого здоровья сына Татьяне пришлось пожертвовать карьерой. Живут Шуклины на то, что приносят частные заказы, которых в последнее время становится все меньше. Семья остро нуждается в помощи. У них нет света в некоторых комнатах. Кухня практически не эксплуатируется, потому что очень старая коммуникация. Это касается и электрической проводки, и водоснабжения. То есть где-то не бежит вода, где-то не горит свет. Мебели очень мало. Игорь Дукаев один из тех, кто оказывает поддержку семье Шуклиных. Вместе с другом и коллегой Станиславом Мозиным они и организовали небольшую экспозицию в Перми. Мужчины уверены, если помочь Роману в творческом развитии, он сможет покорить не только Добрянку и Пермь. Меня вообще поразило, что такую красоту можно создать из обычных картонных коробок. Это невероятно. И смотря на Романа, кажется, что это обычный мальчик, но в нем очень большой потенциал. И я чувствую, что если его развивать, если он почувствует, что мир в нем нуждается, то он может творить еще более какие-то грандиозные проекты и впечатлять людей. Посетить выставку работ самородка из Добрянки можно в любой день, в часы работы центрального рынка. Здесь же можно найти контакты семьи и по возможности оказать поддержку. Татьяна Овсяникова, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.